Дорогие мои братья и сестры, Аллах Святой и Велик четко сказал нам в Коране, в тот день не будет пользы от богатства, имущества и денег, и не будет пользы от детей, и что единственное, чего для нас будет польза, это явиться к Аллаху с чистым сердцем. Поэтому сегодня, иншаллах, я хочу проверить, и чтобы вы тоже проверили, чистое ли у вас сердце. Каковы признаки чистого сердца? Первый признак того, что у нас чистое сердце, это человек, у которого такое сердце будет считать себя принадлежащим к Ахира, вечной жизни. В этой жизни они, как сказал посланник Аллаха, или странник, или же путник, они себя чувствуют так, так что чувствовать себя чужестранцем невероятно полезно. Это показывает, что у тебя имеется один из признаков того, что ты обладаешь чистым сердцем. Вторым признаком здорового сердца является то, что такое сердце напрочь не приемлет любовь ко всему, что огорчает Аллаха. Поэтому такое сердце не приемлет ширк, не приемлет показуху, не приемлет зависть. Такое сердце ненавидит все, что огорчает Аллаха Святого на Велик. Такое сердце ненавидит подобное и нисколько не радуется всему, что огорчает Аллаха. Третий признак. Человек с таким сердцем очень сильно переживает, когда совершает греховное. Они очень сильно расстраиваются. Они чувствуют себя странно, когда совершают грех. Они чувствуют свою вину, когда грешат. И они спешат покаяться. Невозможно для меня и вас не грешить. Мы совершаем грехи. Но разница в том, что человек с чистым сердцем, он или она, спешат искренне раскаяться. Они чувствуют вину, когда пропускают свой ежедневный зикр. Четвертый признак чистого сердца заключается в том, что такие люди чувствуют такое наслаждение, когда совершают поклонение. Они наслаждаются постом. Они наслаждаются ношением хиджаба. Они наслаждаются молитвой. Они наслаждаются совершением хаджа. Совершением утренней молитвы коллективной. Это не так, типа, побыстрее помолиться и все. Я должен это сделать, это нужно сделать, поэтому я и делаю, но не люблю. Нет-нет-нет. Они наслаждаются, и это и есть признак чистого сердца. Поэтому, когда человек с чистым сердцем совершает поклонение, то это лучшее время дня, особенно молитва. Пятый признак заключается в том, что чаяние таких людей связаны не с количеством, а с качеством совершаемого ими поклонения. Они сконцентрированы больше на качестве поклонения, чем на количестве. Их больше заботит принятие их поклонения, чем само поклонение. Им нет дела ни до кого из людей, видел их кто-нибудь совершающими поклонение или нет. Они всегда стараются делать любой вид поклонения наилучшим образом. Будь то чтение Корана, или же дуа, или молитва, или же пост. Любой вид поклонения. Они стараются совершать его наилучшим образом. Это признак чистого сердца. Перед последним и самым важным признаком хотим вам порекомендовать книгу «Сады познавших Аллаха», выдающегося ученого ислама имама Мухииддина ан-Навави «Досмелуется над ним Аллах», который не нуждается в представлении. Этот имам известен, пожалуй, каждому мусульманину, интересующемуся своей религией. Его труд «Сады познавших Аллаха», посвященный вопросам нравственности мусульманина, его духовного совершенствования – это руководство по приобретению похвальных нравственных качеств, побуждение к следованию по пути, ведущему к счастью в обоих мирах. И месяц Рамадан – идеальное время для приобретения всего перечисленного. Ссылка на книгу будет в описании под видео. Мы просим у Аллаха сделать ее полезной для нас и всех мусульман. Итак, последнее – это Субханаллах. Человек с чистым сердцем очень беспокоится и является жадным относительно траты времени. Такие люди стараются использовать каждую свободную секунду. Если они за рулем, то поминают Аллаха. Если они сидят где-то в зале ожидания, то поминают Аллаха. Они всегда полны стремления заработать в вознаграждении. Они всегда совершают дополнительное поклонение, помимо обязательного. Они очень дорожат временем. Они не могут просто так сидеть и часами смотреть что-то или зависать в социальных сетях, растрачивая свое время. Я не имею в виду, конечно, что-то полезное. В наше время многие люди тратят свое время часами на бестолковые разговоры и вещи, от которых нет никакой пользы ни для кого. Причисто Аллах. Поэтому люди с чистыми сердцами очень внимательны к своему времени. Мои дорогие братья и сестры, вот это и есть несколько признаков чистого сердца. Но я хочу сказать, не огорчайтесь, если у вас нет их всех. Это процесс длиной в жизнь, чтобы обрести все эти качества. Но пока я по-настоящему стремлюсь и стараюсь обрести их, это сам по себе удивительный признак. Потому что это и есть единственный способ спастись в Ахирате, иметь чистое сердце. И также, чтобы иметь такое чистое сердце, постарайтесь окружить себя людьми, у которых чистые сердца. Это, несомненно, произведет на нас весомый эффект. Да одарит Аллах, Свят Он и Велик, меня и вас чистым сердцем. Да сделает Аллах, Свят Он и Велик, наши последние деяния лучшими деяниями. И да сделает наши последние слова. Ла-Иляха-Иля-Ллах.